Перфоссор новус или обезьянограбитель Не настоящая обезьяна, но родственник лорусов и тарсиерсов, примитивных приматов с роднепредком современных обезьян. Это были гибкие маленькие оппортунисты, которые карабкали среди навеса высоких ветвей, ели фрукты, орехи, бутоны цветков и насекомых. Обезьянограбители также любили яйца птиц и ящериц, воруя их прямо из гнезд под покровом ночи. Перфоссор не особенно быстро не имеет особых средств защиты, как и большинство обитателей острова. Чтобы избегать хищников, они сворачивались клубком в дуплых деревьев и спали в течение дня, выходили в сумерках, когда их острые чувства давали им преимущество. Длину достигала 30 до 60 см в росте от 10 до 25 см и весила от 3 до 5 кг. Обитал в джунглях острова черепа. Проворный перо дьявола или пенатудаэмос перникс. Эта ящерица была среди самых замечательных летающих ящериц острова черепа и при этом не была с ними родственно связана. Перо дьявола имел перья, служащие для уменьшения веса, и они были аналогичным птичьим перьям. Лежали вдоль тела рептилий во время полета и охоты, но они были слишком редкими и не могли обеспечить маленькой насекомоядной ящерице машущего полета, а лишь позволяли порхать от дерева к дереву в поисках добычи. Из всех летающих ящериц перо дьявола были самыми проворными в полете или планировании. Они могли быстро менять направление и выполнять акробатические трюки. Перо дьявола могли издавать лающие звуки, подобно многим видам гекконов, и могли быть легко услышаны в темноте джунглей. Так они призывали друг друга, то ли претендуя на право собственности территории другой рептилии, или чтобы произвести впечатление на потенциальных партнеров. В длину пенату даэмос достигал от 10 до 15 сантиметров, в росте от 4 до 6 сантиметров весил от 25 до 30 грамм, обитал в джунглях и на горях острова черепа.